добрый день родион леонид очень приятно у вас очень интересный стенд стоят какого-то космического олдскульного одновременно вида колонки а здесь я вообще вижу квадратные динамики друзья мне казалось что в своей жизни несмотря на свой юный возраст я видел все но вот такого точно нигде не встречал расскажите пожалуйста в чем задумка в чем я немножко изначально в принципе мы занимаемся изготовлением акустикой наша фирма называется альбе music здесь представлены некоторые модели соответственно естественно весь модели ряд не можем приводить порядка 17 моделей разных 17 до 2 серьезные фирмы это бауэрси могут себе позволить ну не знаю например вот эти коаксиальных басовик это будет еще линейка только начинается она будет тоже развиваться то есть в принципе здесь будет три концепции которые охватывают электродинамические излучатели в принципе ну для всех скажем возможности потребителей желающих то есть не нет такого чтобы придерживаться только одной концепции единственно что конечно настройка и и характер звука будет меняться до примерно одинаково будет меняться концепцию ну как это сказать концепцию построение музыкальной сцены коаксиальник от разнесенной системы именно отличается динамики мы делаем сами вообще полностью да вы не как полностью я не валю лес не добываю руду ну я понимаю какие-то берутся нет ну например коаксиальник это полный цикл абсолютно потому что не до их нету возможностей а сколько здесь полос 4 4 туда но естественно как бы рамы диффузоры это как это ингредиенты это массив российский надеюсь дуб то наш православный да единственно что на фонированный смотрите вот даже с торца вы же не найдете ни одной палки одинаково естественно поэтому вот видишь что матушка природа они разные а чем больше площадь тем это все больше видно тут я вижу отсылка к англичанам бауэрсон и у них такие же твиттеры что-то и что-то мы используем от других производителей естественно ну какие-то определенные вещи но высочастотник их стоит мембрана их не алмазная или нет у них есть дешевая серия а это аналогичный динамик бауэр вилкенсон стоит 700 евро штучка ну алмаз или нет я не могу сказать они в эти вот это алмаз это это болтовня коммерческая не более не менее кирилл как тех технологская немножко в этом понимающий то есть это коммерческий ход на самом деле это алюминиевая мембрана и сверху идет химическое как бы ну твердыми металлами основе я пойду это карбиты так как они называются то есть как по алюминию как можно алмаз напылить температуру они правления алмаза больше 1000 градусов алюминия 450 вопросов его не будет если наносить ну как по чесноку я просто узнал что это карбиты какие там еще называют что для топовых паверсов они делают выращивают алмазы вы не разбиваете вот это да я говорю про технолог поэтому естественно мы у нас система разнесенная вот коаксиальной это будет гибрид но совмещение коаксиальной технологии с обычной разнесенной а сколько вот эти вот стоят скажите пока не может сказать я не будем говорить я открою тайну не будем ничего заходил сказали 750 миллион не не можно придумали да конечно но вот и стебаемся ребят пока стебаемся я не считаю это бизнесом я считаю для души работы но тем не менее вы же создаете динамики создаете здесь в россии да то есть у вас есть станки у вас нет нет зачем мне станки если есть цех где я могу заказать и люди профессионально это сделают и мне не надо никого держать на зарплате они да то есть на аутсорсе да у вас а как же качество тогда я конструктор я же самое дело великолепно это серьезно часть дина динамиков мы как бы за заказы на стороне у производителей а вы не сравнивали как конструктор все-таки если поставить сюда алмазным сообществом насколько вы лучше они играли бы как супер twitter дайте я по сравню если сможете купить у меня есть просто могу наверно скрутиться своей колонке если сможете купить даже сейчас вообще в этом еще не купить я так понимаю вы знаете как я слышал что некоторые покупают стиральные машины и вынимают у них запчасти для определенных вещей так и здесь можно тогда купить колонку бауэрс крутить у них высокочастотельно всегда так подходит то что у бауэрс например мембрана 27 миллиметров обычно продают 25 а у например у мореля 28 услуги попробуйте их совместить да наверное тяжело невозможно про я не конструктор поэтому я бы я как конструктор поэтому вот эти все совмещения это большой вопрос а почему квадратные динамики в чем смысл он не катается попу люди заблуждались делая круглые динамики ну есть какой-то плюс из-за этого по звуку или все-таки это больше такой дизайнерских хорошо значит вы все-таки на коаксиальные акцентировать ну конечно они все привлекают внимание дело в том что вы видите здесь направляющий рупор перед динамиком здесь смысл в том что каждый динамик направлен работает на направляющий рупор из-за этого характера звука этих динамиков не меняется в зависимости от модели обряд полосы перехода к полосе вот не меняется то есть как бы и в начало начало волны здесь плоская у всех излучателей ну рупор он собер как бы направляющий он дает сначала я узнал если мы вот как делают некоторые производители берут просто басовик и рупор сверху то вы на каких-то музыкальных моментах если вы знаете музыкальные инструменты вы услышите что идет или звук из низкого динамика или из верхнего то есть вы будете обязательно это определять то что человеческий слух все-таки больше у нас настроен на импульсную характеристику это точно и именно природа это заложило это что с точки зрения выживаемости вида и началась просто всех бы съели если мы не слышали динозавр да это как треснула ветка там или кто-то кинул камень когда или там упал камень то естественно вот мы на импульсные характеристики это везде написано поэтому естественно здесь направляющий руку на всех динамиков соответственно и так как он круглый да естественно удобно легче собрать и так далее но увидите здесь углы понял это резкий переход на в этом месте сам еще какой-то высокочастотника среди не даст хорошо сейчас вот вы вот этот резкий переход но это как бы да не ну скажем решению невозможно это не сделать при круглом динамике может его поставить изнутри чего-то там городить на это сильно усложняет конструкцию и она теряет изящность из и повышает стоимость то есть это кому получится совсем по дизайну вот но здесь вот но поэтому здесь вот эти вкладыши именно пытающиеся как бы улучшить частотную категорическую квадратный динамик этого в этого совершенно нету ну отсутствует эту ситуация вот сейчас посниму наш вы видите да что что здесь видите сразу потом переход и получается что потом идет туда витес здесь более плавное сочленение естественно для вот этого драйвера высокой сиренины вот этот динамик идет плавный переход и у него улучшается частотная характеристика она менее неравномерно вот соответственно по конструкции здесь вот басовик вот mid-range вот средний частотный диапазон это от 800 герц до 6 килогерц и вот пищалка она же является телом вента для пищалка алюминиевая титан титан до 35 миллиметров катушка это как у пола и с юбард они тоже станут используют и джибель использует и фокал использует и кто еще там и инфинити даже у гимахи были титановые купола водороса куча вариантов леонид от фильтра первого порядка здесь вы как конструктор скажите пожалуйста последние десятилетия основные топ-бренды они ушли к такому пониманию максимальное разделение средних частот высоких низких чтобы они не влияли на звук все колонки стараются делать такими разделенными то есть там бауэрса они загоняют басовика в одну секцию средние что-то отделяют турбиновой головой о чем вы говорите да и там те же самые пи м си приходят к этому уилсон аудио у них каждый динамик своей секции у вас же здесь совершенно другой подход то есть вот эти четыре полосы они как бы вместе и получается что вот эти все вибрации которые паразитные которые в любом случае возникают при ходе басовика не так или иначе передаются на средние частоты на высокие частоты что вот с этим быть потому что думаете когда динамики рядом стоят вибрации не передаются передаются сейчас мы включим любую вот эту колонку вот эту включим погромче не потрогайте вот эти динамики и они все шевелятся этот эффект не исключен в обычных системах вообще никак есть такая руку николай ткаченко тоже блогера в ю тубе я там рассказывал эффект ведра его назвал то есть вот еще раз повторю что вот возьмете например нас это средний частотный динамик только его включите не без фильтра без ничего подаете на нее сигнал начинаете крутить генератором частоту и в какой-то момент начинает петь низкочастотник который никуда вообще не подключен и даже если вы замкнете катушку он все равно начинает пить согласен потому что вот этот объем воздуха начинает возбуждаться звуковой волны отсюда уже она же распространяется пространство естественно начинается возбуждение и от этого никуда не деться какая разница но здесь тоже самое многое но здесь уже вибрации сами перед секундочку они же рядом все вместе стоят не надо вам значит получается рассказать что курс электроакустики они не в этом масштабе то что вы говорите вы здесь к сожалению на начальный как это познание дело но что динамик он только в начале работы поршневом режиме выше определенной частоты это как бы легко рассчитать две трети от его диаметра идет только по поверхности диффузора волновой эффект так вот вот этот среднечастотный динамик у тебя работает в своем диапазоне поршнем он работает волной уже волновой эффект начинается потому что длина волны уже начинает близко к его диаметру соответственно пускай даже это двигается ему пофигу извиняюсь за выражение потому что волна она ну как ты даже если вас трясти вы же можете кричать мне интересно кто клиент кто с чего должен прийти кстати сколько вот это стоит 750 тысяч мы же не про деньги но как все в землях они поняли что я говорю что что он работает в режиме уже не поршня а волновой эффект то есть по диффузору идет волна поэтому даже если это двигается он все равно будет свою чистоту излучать я просто думаю что столько людей и умов бились над тем чтобы развязать колонки у вас как-то наоборот все воды вот это факт ну вы знаете как кажется это мое решение да я попробуйте представить свое я понял не я зачем я просто лес есть какого руда тоже пожалуйста они вообще уже отошли от леса у них корпуса полностью сделаны из новых материалов карбон алюминий композит полный нет хорошо мы можно понимаете материалы диффузоры какие угодно можно использовать и какие корпуса не вопрос просто тут есть момент такой а загадаешь типа да нет этого революн надо сделать чтобы он корпус не влиял на звучание да безусловно а каким способом вы добились это уже ваше право а вот эта штучка за доплату до саркетов супер твиттер комплекте здесь он такой не не бауэрс более такой бюджет когда получается здесь уже как бы видно что маха величие это ваш стереотип мышления сейчас если откроете часть китайских брендов тут этих бауэр вы найдете как минимум еще на 1 штук 5 не имеете ввиду твиттеров и форму они но они же одни из пионеров кто придумал разделение все какое когда они сделали вот эту знаменитую колоночку где басовик в одной секции сверху средний частотник другой и сверху стоял как раз твиттер знаете если пока паза поплотнее в этой как в истории то все сделано до 33 года нет это понятно все технологии это просто вы были невозможности технологии в то время алюминиевый плоский провод там вот он и в ребро применяется уже с 33 года то есть ничего в этом удивительного нет сейчас получается стать такая что это как вот идете на рынок набираете продукты и делаете свое свое блюдо как вы вы считаете нужным но со своими вкусами да со своими косыми ощущениями дальше как бы корнем кориандра или чего-нибудь еще вы можете какую-то это внести шарм свой но примерно все уже давно придумано вопрос скажу так что в этой конструкции совмещено такого я нигде не здесь совмещено три концепции кеф алтек это мной я так они похожи чем-то на то но тоже не знаю они похожи на все динамики мира я имею дукова и круглой формы ты хочешь по виду а как квадратный он они похожи как говорят на пионеры с f1 но тот плоский этот конический кстати пионеры я видела это на мои у меня просто парочка таких сетапов странно что вы используете как референс обычно пионер элит конца 80 а почему на референс эти колонки не референс это обычный стандартный вариант источники на них прям написано референс кто покупатель вот кто ваш люди это обычно все люди кто покупатель они уже имели раньше системы и b&w и тех же ты ноев и как бы скажем и решили что-то попробовать и вот его современный такой ты ну и так так я вы как это называется какая-то компания которая якобы была работа до выработала в ты но я теперь как бы мы отдельно хорошие кстати колонки играют отлично но мне не понравилось честно говоря я больше фанат кеф и бауэрса да вот и ну кеф и бауэрса то есть конкретная целевая аудитория нет я должен прийти послушать и купить на кого-то вы не позиционировали что кого-то были я могу какая целевая аудитория до сорока лет в основном покупает разнесенные системы после сорока лет он купает коаксиале вот это четкое проследование я целевая аудитория чёткая проследовать если чек как это послушает радарство у него у него есть это набор какой-то своей системы недостаточно нормальный по по деньгам не совсем уже дорогой там не совсем дешевый но я так образно говорю даже цена этому каждого своя вот но обычно человек подготовленный приходит а вот эти разделенные почем у вас я так понимаю вот эти это не топовый ребят здесь и восемнажка есть весь модельный ряд от 10 до 18 дюймов во всех дизайн такой тоже оригинальный у вас все такое вот олдскульное 320 тысяч без твиттера ну примерно за эти же деньги можно можно купить кеф серию r7 это наш согласен если вы увидите сравним мы обязательно можем снять видео мы давайте 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 сделаем поставки поставь рядом давай через пионеру вообще отлично почему мы используем потому что тупую вещь тех времен топ-туп вот у меня на Тверской это как раз твоя сетапа у меня два таких комплекта я добавлю андрея что не из-за тупой даже сейчас это достаточно просто купить вот у меня был разговор с людьми которые занимаются продажей дорогих систем и вот человек которого нет бюджета ну скажем для агустина или чего-нибудь или это авангард акустик усилители купить за миллиончик и два ну нет у нее такой бюджет он хочет слушать музыку вопрос что можно купить на на рынке достаточно ну скажем в бюджете порядка двухсот тысяч рублей поддержанный брайстон этот вы понимаете поддержанный брайстон и это современный усилитель который не каждый может еще будет ему понравиться если дэнсон поддержанный и сэгдон и так далее но это все усилители своеобразные по звучанию мы говорим тоже чек может купойти купить убрать нам более нейтральный как раз вы любит того что просто доступен и все люди понимаете не надо ничего объяснять что брайстон нейтральный нейтральный причем человек может от него реально избавиться потом если что но здесь это полный комплект а там мы используем только как транспорты в этой системе мы используем только как транспорт интересный потому что транспорт у пионера вот этой серии ну я считаю что нет вот это лучше вот эти транспорты да нет там прижим и переворачивается диск здесь и не переворачивается это начало как говорится стебли флэт а тот уже сейчас мы позовем человека а это да да но он доступен в реальности в реальности опять же любого чека ну купите пожалуйста не вот тиковые какие проблемы или эзотерик нет это потрясающе я не против митя эзотерик за 10 тысяч долларов ну что ж давай позитив поставь кефы давай сравним обязательно пригласи фокус-группу завяжем им глаза уши откроем у меня есть колонки новые трехтысячный пионер например такие как хорошие и с ними можно послушать как это звучит без проблем местный бизнес локальный бизнес то что это сделается здесь главное чтобы только был действительно конкурентный продукт по цене и качеству а конкурентный продукт пока в людях не период не включится конкуренции пока не будет потому что в основном люди идут наши реки больше своей части больше сочетать а потом если вы посмотрите на что у нас практически нету представителей по ну как они дистрибьюторов дилер этим дилер который занимается потому что ну чет греха таить того что естественно если мы сейчас возьмем кого-нибудь поставим колонки человек залезет в интернет посмотрит и найдет нас и придет к нам а не к дилеру понятно поэтому дилеры все покупают зарубежную технику для того чтобы исключить возможность человека общаться с непосредственно производительным ассортимент себе отечественную акустику обязательно и все и все но перед этим я и протестирую